Привет! Предлагаю сейчас приготовить, вернее, вам посмотреть, а мне приготовить пирог мясной. И он делается легко и быстро. Я его делаю, я так думаю, я его сейчас буду делать впервые. И если он у меня получится, то вы можете повторить и тоже приготовить его. Сейчас будем делать тесто. Используем 100 грамм растопленного сливочного масла. Сюда добавляем одно яйцо. Также добавляем 200 грамм сметаны. Эту смесь мы собьем, перемешаем. Смесь чуть-чуть подсолю. Я добавляю 1 чайную ложку соды пищевой. Кто-то любит разрыхлитель, я предпочитаю только соду пищевую. В сито добавляю 350 грамм муки и буду муку просеивать. Сейчас буду вначале ложкой перемешивать, а потом руками делать тесто. Тесто почти готовое. Оно у нас такое эластичное, красивое, мягкое. У нас получилось такое тесто. Сейчас тесто надо взять, поместить в пленку. Я в чистый пакет салфановый. И оставляем в холодильник на 30 минут. Пока охлаждается тесто, мы сделаем начинку для нашего пирога. Начинка у нас будет из индюшиного фарша. Я использую полкилограмма индюшиного фарша. Два лука порезала мелко. И соль, перец для поперчить и посолить. Я добавила маленький кусочек сливочного масла, чтобы он чуть-чуть растопился. И сюда в сливочное масло чуть-чуть добавляю лук. Лук у нас обжарился до золотистого цвета. И сюда добавляю полкилограмма фарша. Фарш подсолю сразу же. Поперчу. И теперь перемешаем. Будем перемешивать и чуть-чуть обжарим мясо. Фарш у меня уже готов. То есть мы его не жарим полностью до полной зажарки, а чуть-чуть обжариваем минут 5 на огне. Тесто готово. Начинка готова. Сейчас будем оформлять пирог. Я тесто поделю на 2 части. На 2 одинаковых. Одну часть я обратно поставила в холодильник, так как сейчас мне только нужно этот кусочек. И будем раскатывать из него корж. У меня форма на 26, поэтому мне нужно сделать чуть больше корж, чтобы закрыло бортики. Я раскатала где-то толщиной 5 мм. Форму мы не смазываем. И размещаем наш корж в эту форму. Теперь добавляем сюда начинку, обжаренный фарш с луком. И равномерно распределим по всей форме. Я нашла в холодильнике кусочек сыра, поэтому я натерла его на мелкой терке, решила тоже использовать и добавить сюда, в наш пирог. Сыром блюдо точно не испортишь, я так думаю. Сыр у меня где-то было грамм 50, не больше. И обязательно в пирог сверху добавим 50 грамм, 70 грамм сливочного масла. И теперь пирог будем накрывать вторым коржом. И будем защипывать наши края. Защипывание пирога у нас идет впервые, поэтому будет не так красиво, как у изысканных кулинаров, но зато уверена, что будет вкусно. Теперь последние штрихи. Обязательно пирог нужно вилочкой вот так проткнуть, чтобы он дышал. Протыкаем. Берем одно яйцо, чуть-чуть я его подсолю буквально немножко, и яйцо взбиваю. А теперь мы пирог полностью яйцом покрываем. Будет не пирог, а паска. Все, пирог готов. Ну как готов? Он готов для того, чтобы мы его сейчас поставили в разогретую духовку при 180 градусов 40 минут. Ждите! Пирог нежный, сочный, аппетитный. Единственное, что вот я готовлю его первый раз, и вычитала, что его надо 180 градусов 40 минут. Я рекомендую его делать 160 градусов, потому что он припекся. Ну, кто любит зажаристая, зато очень такая корочка хрустящая, аппетитная. Пальчики оближешь. Так что готовьте с нами и ставим лайк, подписываемся на наш канал и ждите новых видео!